так итак у нас сегодня 13 мая вроде бы 2001 года и это у нас встреча номер 29 с насыщенной аджендой соответственно 1 2 3 4 вопроса у нас стоит на повестке дня первый вопрос у нас от екатерины должны ли конкурсанты поддерживать дебот модули внутри sdk которые еще находятся не в стабильном состоянии екатерина в принципе ну да вот такой вопрос то есть большинство поддерживает кто-то не поддерживать спрашивать стоит ли вроде как он он стей был там постоянно брейкинги релизится в нем как думаете должны они его поддерживать практически все поддерживают это может быть пару человек не поддерживают давайте просто проголосуем наверное чтобы обосновать для вот этих двух человек что надо поддерживать то есть ты предлагаешь поддерживать эти модули да 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 я предлагаю поддерживать потому что в принципе их практически все и поддерживают у кого написаны кода генераторы были для них не 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 проблема поддерживать эти модули у кого какие то есть соображения замечания по этому поводу поднимайте руки так ну если мы проголосуем внутри нашего чатика этого будет достаточно или нужно делать пропозал на уровне сабгава как думать надо будет как-то донести до этих участников ну донести то могу я если без пропозу меня не думаю что там народ будет требовать пропозу ну давайте тогда пробовал проголосуем значит вопрос стоит так что участники должны поддерживать модули дебот модули внутри сдк это те которые я так понимаю вот интерфейс да то есть идут ассоциации у нас в общем есть дебот энджин с интерфейсами и вот когда он ломается поначалу ломался сильно сейчас он уже в принципе более-менее стал стабильным могут еще быть какие-то моменты но для продвижения деботов мне кажется надо сделать чтобы это было обязательно вот митя подошел мы как раз собираемся голосовать о том чтобы в сдк поддерживать дебот модули находящиеся не в стабильном состоянии так денджин какие дебот модули да 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 денджин некоторые просто нет что ли они есть просто некоторые биндинга писатели спрашивают поддерживать со стороны биндингов поддерживать он стейбл а пи до деботов вот в принципе практически все поддерживают буквально пара она уже почти стейбл что там да я про это и говорю что она уже устаканилась так давайте тогда проголосуем что должно быть все так тогда все присутствующие поднимите пожалуйста руки за то чтобы поддерживать дебот модули внутри сдк находящиеся еще почти стабильном состоянии так митя александр екатерина павел сергей дмитрий павел алина саша андрей вы против алина саша андрей ну просто наша команда разрабатывала тикток контракт будет странно проголосовать за то что нам не нужен есть все понятно короче какой а причем тут вестинг я не понял что то я тоже не поняла алина поясни какой вестинг а я не так вас слышала вы сейчас говорите о том что поддержка продукта который идет в рамках мы сейчас говорим о том что мы о том чтобы биндинги должны поддерживать в том числе и интерфейс деботов который сделан в сдк в рамках поддержки своего продукта простите пожалуйста я немножко выпало из системы извините так тогда как вы голосуете алина и андрей недобольский мнение что относительно биндингов какой-то нестабильный функционал потому что не стоит его поддерживать поэтому я считаю что большинство есть ну зачем нет но мы просто услышали мнение ничего страшного что должно поддерживать что что большинство словно уже сделано все понятно короче голосование закончили у нас получается 9 за и 2 против из 11 присутствующих все спасибо пускай спасибо так сейчас фиксирую до 92 следующий вопрос это у нас пришел от олега с ником нерж значит тут ситуация какая но у нас есть общая на самом деле тенденция по сапгау принимать условия конкурсов в общем виде без должной детализации анализа того как эти условия могут быть интерпретированы различными участниками вот ну я объясняю это конечно не нашей ленью но всеобщей большой загрузкой вот в результате условия конкурса на самом деле могут интерпретироваться по-разному и проблема в том что люди привыкают что написанные нами регламент и условия интерпретируются не в соответствии как бы с буквой в соответствии а в соответствии со здравым там смыслом еще с какими-то концепции которые в общем-то у каждого могут быть свои вот и поэтому при наличии нескольких интерпретаций предполагается что наша так сказать общая интерпретация будет правильной вот и поэтому люди просто меньше доверяют написанному то что мы пишем и больше доверяют тому что мы говорим потому что видеть что многие вещи выполняются не по не соответствии с буквой да а типа по понятиям вот и поэтому люди просто объективно предпочитают не читайте вчитываться до какой смысл в этом если мы действуем по понятиям вот и люди предпочитают спрашивать и придерживаться той версии которую они получают устно вот ну собственно в данном случае это и произошло то есть олег спросил александра назарова о том что может ли он задержаться с обновлением модуля связи с тем что там у него большая загрузка и модуль в принципе там не было каких-то обновлений там еще чего-то вот то есть не было такой срочной необходимости в этом модуле и он спросил александр ему разрешил ну то есть сказал что да ничего страшного тебе через месяц выплатим вот ну понятно что это противоречит тому что на самом деле интерпретации нашей опять же которая написана вот но поскольку с нашего общего молчаливого согласия александр представлял мнение сабгаверненса вот я считаю что сабгов должен взять ответственность на себя за эту ошибку и олегу выплатить вознаграждение за месяц вот который он не получил из-за того что был введен в заблуждение вот какие мысли есть по этому поводу поднимайте руки павел да смотри я сейчас вот про конкретную ситуацию не скажу я скажу в целом что безусловно если что-то написано то это надо выполнять и именно поэтому написано должно быть мало и коротко потому что читать гражданский кодекс про про конкурсы никто не будет и это вредно если пойти в ту сторону там есть сабгавы которые пошли к сожалению в эту сторону в этом наверное есть какие-то там преимущества но на самом деле я не вижу ничего плохого в том чтобы условия трактовались соответственно со здравым смыслом при этом я согласен что могут быть мисс коммуникейшн но для этого можно прийти в группу вопрос задать и в принципе инволвмент и там прийти на созвон сабгава и прийти на и мэй который можно отдельно сделать отдельно по закипи например там будем делать и мы просто сложная в принципе тема и и проактивно будем делать то есть в целом если говорить о направлении то усложнить можете бесконечности да там придумывать какие-то интерпретации переинтерпретации все это описывать это на самом деле только усложнение только только запутать людей поэтому я в целом за то чтобы сохранить простоту понятно что это наверное не всегда возможно но вот как бы интуитивно я вот за такое направление так понятно екатерина первая подняла руку но давайте мы александру дадим высказаться поскольку он непосредственно участник событий александр пожалуйста назар а добрый день ну немножко не так все это обстояло дело это был как раз первая выплата которая у нас совершилась не в первые месяца уже где-то середине февраля некоторые люди просто задавали вопросы когда ну вот в частности этот парень просто сказал что у него все готово он же готов был влить но поскольку он уже поверх своих изменений как он утверждал сделал у себя другие и он сказал что если я буду умержиться у меня сильно далеко уйдет моя локальная область он просто просил ничего что я это в следующий раз сделаю но я как-то в виде исключения дал ему добро но я только дал добро на один месяц я не говорил о всех к сожалению вообще только он и в следующие месяцы не уливал это уже я здесь ни при чем я такого ему не давал обещания вот все спасибо понятно так екатерина который я сейчас скажу на самом деле для полноты картины до чтобы вы понимали у него был комит у него был промежуток между комитами это с 9 декабря следующий раз он за комит только 9 мая ну так и ну как бы мы с ним в личке в принципе общались про это я уже объяснила свою позицию что я считаю что нужно просто читать то что написано условиях конкурса условия конкурса он не выполнил ну и соответственно выплаты никто быть не может понятно ну давайте я тоже руку понял специально я добавлю просто павел сказал что типа мало и коротко но на самом деле объективно это очень сложно потому что сам русский язык мы же не научными формулы пишем если бы мы писали формула и математически мы могли мало и коротко для этого формулы и придуманы чтобы не было других интерпретаций а сам язык просто русский английский неважно сам язык по себе подозревает несколько интерпретаций возьмите всякие великие книги сколько там и поэтому мало и коротко без детализации без разбора конкретных вариантов ну это редко работает посмотрите сколько религий по одной книге у нас получилось поэтому на сколько времени понимаешь не надо создавать их за я все-таки предлагаю на самом деле уделять внимание вот и так сказать я у себя знаю такую черту занудства занудство и желание разобраться в детали и вот я прошу меня просто не предлагаю меня не останавливать короткий комментарий можно смотреть проблема предлагается решать прецедентно то есть если мы понимаем что это может быть интерпретировано по-разному то ты говоришь там или кто-то кто это знает говорит а давайте добавим и все проблем в этом нет просто не надо придумывать заранее гайд у нас тенденция в снг в силу исторического наследия пытаться написать кодекс жизни всей твоей на сто лет вперед ничего не сделав вот я просто говорю что давайте ну если мы видим проблему то дописывать если мы с этим проблем не столкнулись то надо ее придумать ну в том-то и речь если мы не столкнулись мы можем столкнуться просто нужно оговаривать что если мы видим возможные проблемы то есть надо это как-то Не надо придумывать проблемы, которых еще нет. Проблемы придумывают бесконечное количество. Это будет бесконечный процесс ради составления кодекса жизни. Поэтому нужно сужать область решения, то есть область ответственности. Ограничивать, что это решение или это работает для такой-то области. Получится кратко и мало. Ну ладно. По ситуации. В общем, мнения разные. По данной конкретной ситуации что я собираюсь делать? Я собираюсь сегодня как раз после окончания собрания я буду делать вестинг, выплату по вестингу. И за нее нужно будет инишелом проголосовать. И я заодно сделаю пропозал по выплате, по решению о выплате для Олега НЕРЖ. Соответственно, и просто инишелы проголосуют за вестинг, и дальше они или проголосуют, или не проголосуют за выплату вот этому НЕРЖу. И это будет как бы решение коллективное, коллегиальное, решение на уровне САБГОВа. Если большинство проголосуют, да, значит, в следующем месяце мы прибавим НЕРЖу за пропущенный месяц, один месяц. Если не проголосуют, ну, значит, это наше коллективное решение. Ну, просто главное, что вот эта заявка, она будет уже обработана, а не в небытие или в пустоту. То есть мы как бы как САБГАВ покажем, что мы принимаем решение и действуем в соответствии с ними. Возражений нет по этому поводу? Так. Молчания, возражений нет. Значит, третий вопрос у нас на повестке дня по ДНС. Соответственно, для тех, кто не в курсе, у нас прошел рекордно короткий конкурс. Было 6 дней, 6,5 дней на решение и 3 дня на судейство. Соответственно, из 9 назначенных судей у нас проголосовало 5. Ну, я поговорил с людьми, почему они не проголосовали. В общем, там кто-то не успел, действительно, 3 дня очень мало, кого-то не было. Кто-то просто не собрался с мыслями и даже не знал, как проголосовать. Ну, в общем, конкурс получается у нас результаты отрицательные. Вопрос того, что дальше будем делать с ДЕ, NS, Distributed Name System. У меня нет ответа, поэтому я вынес вопрос на всеобщее обсуждение. Может, кто-то знает Митя, например. Ну, я знаю, мы как бы готовимся к диплою. Как бы дальше понятно, что были и жюри, в том числе внесло. Ну, смотрите, я немножко поясню, как бы, что это значит, что изначально в этом конкурсе участвовал один из наших сотрудников, он попросил сам поучаствовать, он вообще не думал участвовать в Денси. Вот, но поскольку он уже участвовал, то на втором этапе, ну, то есть, мы не проводили ревью архитектуры, мы не проводили никакого внутреннего у САУТа, была его частная инициатива, сделать так, как он сделал. Естественно, что когда речь зашла про продакшн-решение, то мы решили объединить свои усилия с усилиями R-Squad, взять у них СМВ решение, которое они сделали, объединить все это вместе, ну, и за шесть дней, ну, и по дороге нам пришлось проводить ревью архитектуры, которую сделал Александр, и как бы вносить в нее какие-то изменения, плюс к этому, ну, короче, мы не успели это сделать, естественно, за шесть дней, все, но тем не менее, много было очень сделано, мы получили очень хороший фидбэк от, в том числе, Павла, например, большое спасибо за фидбэк, ну, как бы судейский, вот, и продолжили, там, изменили кое-какие вещи, в том числе, на основе этого фидбэка, и, собственно, сейчас завершаем работу над, над этими контрактами, и будем, значит, их, деплойт в какой-то момент, все, никакого, ну, то есть, хочет Сабгав в этом участвовать или нет, это, наверное, вопрос Сабгава, хотите, хотим ли мы этот конкурс как-то продлевать, не знаю, еще делать один, и так далее, это, опять же, вопрос Сабгава, мы, в принципе, ничего такого, ну, ну, как бы, не выиграли, не получили, не было призов, не распределили приз, но очень хорошо, мы не распределили, неважно, работа все равно сделана, большая и нами, и второй командой, забыл, как это называется, вот, ребятами, вот, ну, с моей точки зрения, их решение должно быть отрежетлено, потому что она не выполняет условия конкурса, без всякого связи с обсуждениями условия этого конкурса, потому что условия конкурса уже приняты, что их обсуждать, вот, можно было обсуждать до того, как они были приняты, сейчас тоже неважно, но в любом случае конкурс не прошел, победитель нет, призы не распределены, ну, и, ну, и отлично, не знаю, что еще по этому буду сказать. А по срокам, когда ты ожидаешь, что вы будете внедрять решение? Ну, сейчас мы планируем на следующей неделе запустить, прежде всего, голосование комьюнити с governance токеном, который будет давать возможность голосовать за список предопределенных, ну, резервированных имен, какое-то время продлится это голосование за этот список. интересный вопрос, кому эти governance токены раздавать? Ну, это вопрос, который сейчас мы точно не будем обсуждать отдельно. Я вынесу свое решение, это решение, свое предложение по этому вопросу на форуме. Вот. Значит, мы просто не хотим сейчас лочить реальные тоны, потому что просто нет времени этот контракт сейчас, ну, верифицировать там, то есть, ну, лочить реальные тоны пока еще не готов SMB-контракт, который лочит реальные тоны. Так-то было бы все просто. Вот. Пока еще идет над этим. Там формальная верификация SMB, решение с этим локом тона. Поэтому пока мы просто выдадим какой-нибудь договор на стопе. Ну, я, мое предложение сейчас, которое у меня в голове, это выдать просто какое-то количество на каждый сапгов этих токенов, чтобы сапговы распределили эти как-то токены между своими участниками и, грубо говоря, ну, и все, и этими токенами тогда комьюнити сможет проголосовать, комьюнити, которая участвует в конкретной разработке. Голосуем за эти резервт имена, после чего, ну, сколько-то времени это займет, я не знаю, сколько надо дать, там, неделю-другую, на это на все. Вот, когда голосование пройдет по этим резервт именам, то дальше запускаем аукцион. Ну, сколько? На неделю, неделю-две. Вот у меня два вопроса. Во-первых, то есть ты, я правильно понял, ты предполагаешь просто выдать сапговернам, и по сути, переложить ответственность и решение за распределение токенов на сапговернам, то есть уже каждый сапговернам будет решать. Какая разница? Алексей, это же не такая, не такая, блин, ну, это же не такая какая-то критическое сейчас голосование за, я не знаю, за апгрейд нот. Нет же, это просто резервированные имена, то есть, ну, грубо говоря, ну, что там с этими токенами можно сделать? Ну, то есть я понял правильно. Ну, ладно, это называется делегирование. Ладно, хорошо. Ну, как делегирование? Представляете, делегирование, это просто раздача токенов всем активным участникам, сообществам, что не так. Это airdrop называется. Это airdrop, по сути дела, на сапговерч. Я имею в виду, что каждый сапгов потом будет встречаться внутри себя и решать. Ну, каждый сапгов и так встречается. Ну, распределят как-нибудь свои токены. Пусть дадут список кошельков, мы закинем за ним. Нет, подожди, либо могут голосовать сапговом, в чем проблема. Там же мульти-сик, он же может. Ради бога. Могут голосовать сапгов. Как хотят. Я просто поздно а что за раздача, как получить? Это просто голосовальные токены в SMB, специальные тип-3 токены за голосование за резервированные имена в ДЭЦ. Ребят, я сразу говорю, голосовательные токены это проклятие не берите никогда. Так, подожди, Иван, поднимай руку. У меня второй еще вопрос. Как ты говоришь, Митя, если две недели, там, ну, две только голосовать, там три-четыре, ладно, недели. Не, не надо три-четыре, не надо, не даже так долго. Ну, ты будешь проголосовать только внутри Сапгава, будем там две недели. Слушайте, если вы не проголосуете, это же SMB, там срока, если вы не проголосуете, ну, не будет учтены ваши глаза, ничего, проголосуем без вас. Это же SMB. Так, вот SMB-то еще нету, вот второй мой вопрос. Почему нету? Есть SMB. Ну, как нету, R-Squad, насколько я понимаю, переписывает там все. Ну, переписывал уже. Уже готово? Да. Ну, он же еще не выложен. С деботом. Через два дня будет браузер, где это SMB будет, как шоу-кейс. И это уже выложено? Выложено где-то, где-то не выложено, не знаю. Но не в общий доступ. Я не знаю, нет, я как бы не знаю насчет общего, не общего. Мне кажется, общего. Не, R-Squad должен был, это часть BFT-Governs. Это же часть BFT-Governs, там есть в общем доступе SMB. Просто оно там меняется, да, оно там переписывается. Мы не знаем, выложили они последние правки, не выложили, но выложили. Нет проблем никакой. Слушай, Митя, вы же формул метод на SMB запустили, кстати. Запустили, но там пока не прошел он еще. То есть вы еще не смогли, что ли? Ну, если не могли, там очень много изменений в контракте, там очень много замечаний в контракте. Там даже формула подсчета самого голосов неправильная. Так что да, все хорошо. Так, короче, если я не найду SMB в публичном доступе, я обращаюсь к Мите, чтобы он это... К R-Squad, не ко мне. Я не пишу SMB. Ну... Ко мне не надо обращаться, я не отвечу тебе личку. К R-Squad, а потом к Мите. Все понятно. Так, вопросов больше нету. Кто еще хочет по этому поводу что-то спросить, сказать? Кто хочет организовать еще один конкурс по DNS-у? А зачем? Без рук. А у меня вопрос эти токены, которые резервируют имена, они... Как это? Одноразовы? Ну, то есть один раз будет такая сессия резервирована? Или можно будет просто отметить пропозу всегда? С помощью этих токенов, грубо говоря. Хороший вопрос. Грубо говоря, это гавна с токеном, который будет потом денег стоить. Типа того. То есть я просто предлагаю оставить их так, то есть отдать по одному, ну, на каждую саблогу так, чтобы, ну, будем так говорить, чтобы они всегда могли зарезервировать что-нибудь, что в рамках их саблога важно. То есть резервирование вообще вопрос. Резервирование – это функция или это стейдж какой-то во время развертывания? Митя, ты понял вопрос? У нас есть механизм регулярного резервирования? Регулярного резервирования, конечно, SMV, он будет постоянно запущен. То есть ты всегда можешь вынести на голосование новое, новое это самое, и из SMV, как только за него проголосуют, он автоматически в конце конкурса выпадает в этот лист. Если до этого в этом листе, ну, если этот замейн уже не зарегистрирован, если он уже зарегистрирован, то все. Это технические токены. Это технические токены. Ну, ты понимаешь, Митя, тут получается противоречие. Да, знаю, известно. Известно. Ну, там есть, есть к нему, к нему есть там. То есть ты должен блокировать имя в момент вынести предложение. Да, да, все правильно. Но тогда это можно, тогда это можно спамить все. Это можно абьюзить, да. Да, да. Есть проблемы с этим. Есть. Так пусть стейк положит, пусть облезет. Мы знаем. Нет, смотри, ведь можно сделать, что он не передается, а все-таки в случае, ну, то есть можно, это можно, это дописывать надо, короче. Если пропоза просто не проходит, пускай с них списываются токены. Да, абсолютно верно. А если проходит, то добро пожаловать на базу. Ну, грубо говоря, предикшн маркет на популярное, важное уровень на коммунити и все. И на самом деле все-таки, чтобы превратить сигналность токен, нужна какая-то экономика, чтобы получали хоть какой-то фи эти как бы токены. Зачем? За голосование? Зачем? Зачем? Там нечего делать, там нечего делать. Это паблик девчонки. Это типа как капчер. Да не надо, будет и не надо. Ну, значит никому не нужны эти имена. Да, совершенно точно. Не надо все регулировать, не надо социализма. Ну, при чем социализм? Если ты не сделал капитализм, то это не проблема людей, а проблема того, что ты так сделал, что это социализм. А зачем? Нет, при чем тот социализм? Зачем-ка? Это не говерн с токен. Это просто голосование за списками. Давай тогда мемберам проголосуем за резерв один раз. В чем проблема? Что тогда ты усложняешь? А потом запретить систему сверху. Нет, никакими мемберами. А прямо в СМД хватит уже этими мемберами голосовать. Нет, подожди. Это понятно. То есть ты хочешь потестировать голосование СМД. Конечно. Но просто один важный момент, ты пойми. Оно может просто не пройти, потому что люди просто тупо не смогут это сделать. Почему не смогут? У нас две трети СМД. Они технически особо не... Деботы будут делать. Деботы. По деботе в серфе это делать элементарно. В деботе только проблема в том, что голосовать люди будут... У них нет интерфейса голосования у САПГОВа. То есть если ты на физлицах раздашь... Зачем? Ну, конечно, физлицам. Раздать физлицам эти токи. Ну, опять возвращаемся. Пусть каждый голосует. Пусть САПГОВ решит, на какие кошельки перевести токены. Своим голосованием. Пусть решит, кому чего переправить. Выдаст в этом голосовании список этих самых, мы переведем всем токен. Все. Короче, я понял. Нету в этом какого-то глубокого смысла. Просто способ потестировать СМВ. В этом есть смысл. Что комьюнити через СМВ голосует за резервированные имена. Вот ровно в этом смысл есть. То есть это не надо делать каким-то супер-дьюти, делать какую-то мега-мотивацию. Не хотите, не голосуйте. Ну, будут эти имена не зарезервированы. Вот и все. У меня есть, например, список имен, за которые я бы хотел проголосовать. Ну, как бы как резервированный. Вопрос. А если один человек в нескольких САПГОВах, то получается он много токенов получит? Представляешь, как они спередуются. Вот беда. Видимо, он очень активный тогда. Значит, ему надо, наверное. Видимо, у него мерита больше. Значит, он, наверное, должен получить токенов, раз он активный во всех САПГОВах. Нет? Окей. Ну, ладно. Нет, в принципе, неплохо. Именно в концепции, что... Ну, надо на физлистов сдавать, да. С САПГОВами мы тогда... Нет, именно физлистов. ...замомокаемся. Нет, они проголосать об головы, должны проголосовать за список кошельков, которым раздать токены. К этому списку кошельков мы раздадим ровно одинаковое количество всем токенов. Я говорю, в какой-то тайминг не проголосовали, выпадайте. Не проголосовали, выпадайте. Выдаем. Да, совершенно верно. Единственное, что если там не получилось, что они проголосуют там тысячи, например, но один САПГОВ возьмет и сделает миллион. То есть, ну, тоже какая-то тогда должна быть логика. Подожди, нет, они должны сказать, что эти кошельки должны быть только кошельки членов САПГОВа. И жюри. Ну, потому что члены САПГОВа... Нет, члены САПГОВа, вы имеете в виду все, кто принимал участие в их конкурсах, можно так сказать. То есть, жюри, кто принимал участие в конкурсах, сами, ну, инишу, как угодно. Ну, окей, ладно. Это пофиг. Ладно, я понял. Слушай, Митя, вот как ты реально себя представляешь? То есть, вот ты говоришь нам, нашему САПГОВу, допустим, дайте список. Да. Я хожу в группу и говорю, кто желает получить эти токены, пишите. Не надо, зачем? Просто берешь список всех своих участников. Инишулов? Всех своих инишулов, всех своих жюри, всех своих участников в конкурсах, собираешь в один лист, ты говоришь, ребят, вот этот список. Не, ну, это кто проверять будет? Это атака, может быть, люди все это... Алло, это вопрос. А это сам АМОРС? Нет, так вы же САПГОВ же голосуют за этот список. Алло, алло, можно взять Женю Мак, взять все публичные ключи всех инишулов, и сгенерировать всем по таким валютным вису? Нет, ну, я не хочу, чтобы только инишулов. Надо инишулов, инишулов, люди, которые принимают участие. Ну, не все же инишулов принимают участие. Я же хочу САПГОВ, которые принимают участие, которые инишулов. Идея, чтобы САПГОВ решил, это хорошая идея, они сами с САПГОВ раздерутся. Да? Ну, проголосуют за этот список. Не просто список кто угодно подает, они проголосуют. Ну, все. Не, ну, если колюжен, если колюжен на уровне САПГОВа, ну, это уже другой разговор. А зачем? Тут никакого... Мы это уже видели, но... В чем прикол? Павел, поднимай руку, вот Иван следующий задает. Извини, пожалуйста. Иван? Да-да-да, продаю фьючерсы, наговор, нас токены ДНС, 500 штук. А что тебе дают? Они же тебе не дают возможность зарезировать имя СИБИ? А неважно, неважно просто. они же, ну, это конечная... Это в тебе минтер сейчас говорит, да? Извини, без руки, но а что дают токены ШИБа и прочие, которые сейчас по 12 миллиардов стоят? Да. Драка за токены. А вдруг? А вдруг мы с этим токеном дальше будем что-то голосовать? Вот. Потому что нам лень создать отдельный токен. Да-да-да, лень. Может быть, это и есть тот самый главный тайный governance токен всего Фритона? Слушай, Витя, давай это самое, автопик. Мне сегодня в голову пришла идея того, что... Нет, давай автопики в конце, Иван. Нет, это коротко. Это очень коротко. В конце, в конце. У нас пятый вопрос. Questions and answers. Вот сначала, если по этому вопросу больше ни у кого нету соображений, у нас еще Павел стоит в очереди на обсуждение. Поэтому вопрос еще... А, про Дев, в смысле? Ну да, про твой контент, про сайт для девелоперов. Вот, Павел, ты можешь... Да, я написал... Мы тебе ответили. Да, ну... А что... Ну, то есть, собственно говоря... А что ответили? Ты не прочитал? Короче, ты не подготовился, Паша. Сейчас, подожди. Я... Ну, идея конкурса, надеюсь, понятно, да, чтобы были альтернативные подходы к разработке. Если у кого-то есть, вот, например, Фабрис на удивление написал, что ему это интересно в этом участвовать. Так, подожди, а что ты... А где ты мне ответил? Ну, в форме. А, в форме, блин, я понял, ладно. Если в чате, в чате нет, в чате, в телеграмм-чате, где ты... Я только Фабрис вижу комментарий. Я только Фабрис вижу комментарий. А вот сразу за ним мой. Вот сразу за ним. Следующий. А, господи, точно, да. Ну, хорошо. Так нет, смотри, это вот та же самая история. Не вопрос wrong with those sides, а в том, что там, например, по ZKP можно сделать что-то отдельное. Да, вот Фабрис говорит, что он тоже может сделать как бы свою версию. То есть, я к тому, что люди могут написать свой подход к... там, примеры какие-то сделать. Так? То есть, я не предлагал вот именно в том виде, может быть, в прямую как-то запустить, но идея была именно в том, что люди могут гораздо как бы какой-то вид задачи, задачи специализировать свой веб-сайт, и это упростит решение, потому что, ну, фломапс очевидно разрывается, и, скажем так, до сих пор со всех сторон, подчеркиваю, да, я слышу вопросы, что там документации не хватает, может быть, кто-то там отдельно деботами займется, про деботов напишет. то есть топиков много, у всех свой подход, что такое хорошая документация, что плохая документация, и идея стимулировать на самом деле специализацию, потому что очень большой стэк, люди могут взять какой-то понятный сегмент для понятных юзкейсов, и сделать девелоперский веб-сайт с упором на это направление. Паша, ну у нас есть Википедия, я не понимаю. Есть Википедия? Википедия, во-первых, относительно низкого качества, во-вторых, это не продевает. Там же деньги платят. А про что это? И, ну подожди, Википедия не входит в... Википедия не входит, то есть она как бы не может участвовать, потому что она как раз получает токены, да? Википедия... Если я технический писатель, хочу получить за это деньги, я иду в Википедию, регистрируюсь и пишу на них статьи и получаю зарплату как бы за это. Тут не была идея писать статьи, хоть это называется articles, приняла как к другому назвать, как это в конкретном случае, но имеется в виду, что, опять, может быть, надо переформулировать, что должен быть вебсайт для девелоперов, который все-таки соответствующий флоу дает для девелоперов примеры кода представлены. Извини меня, где Википедия, где примеры кода. Examples, разобранный Examples, да, то есть такие вещи. Ну, это тут же больше по, у нас есть сапгоф по обучению, да, то есть отдельно, то есть он этим будет обучением девелоперов заниматься и занимается. Я не понял, вот есть, короче, Википедия, есть документация полноценная на сайте толпдэва. Ну, смотри, вот ты говоришь полноценная, а со всех сторон говорят, что документации нет и не хватает. Вот, я не знаю. Тогда, ну, отдельный сайт делать, то есть, который кто-то, ну, блин, отдельный сайт. Есть ресурсы типа Medium, хакер Нуна и так далее. Давайте тогда просто пусть люди пишут и им за это платить деньги, за публикации на публичных уже тогда ресурсах и там уже будут появляться большие ленты соответствующие по фритону и люди будут другие разработчики в смежных областях им это будет выпадывать как реклама, подсказки и они будут переходить. То есть, мы таким образом публикация, публикуясь на общих ресурсах будем привлекать уже срезеработчиков со смежных областей, со смежных блокчейн-проектов или и так далее. Вот, тогда давайте... Ну, смотри, вот можно так написать. веб-сайт при переходу там с эфира, например. Ну, просто отдельный веб-сайт, который будет разрабатывать отдельная группа людей, вот заплатить... не отдельная группа людей, а конкуренция. Смотри, ты не обратил внимания у нас в таких новостных веб-сайтах, конкурс запущенный, это вот аналогия. То есть, я, например, судя по бурному обсуждению того, что там было, могу сказать так, что интерес огромный и какое-то количество появится команд. То есть, у нас вот от конкурса блогов остался там, фритон хаос, который сам самостоятельно стал делать. Отличный проект, он бы не появился без конкурса блогов. Сейчас люди серьезно думают, чтобы еще там пару сайтов тоже постоянно поддерживать с какими-то акцентами своими по новостям. Ну, по новостям это хорошо. Новости это новости. Их много, и там не нужно... А девелоперских... Девелоперов их намного меньше, и писателей тоже тем более меньше. Смотри, технических... Ну, так это и значит, что надо их стимулировать. Ну, так давай им просто платить деньги за статьи на... Подожди, платить деньги за статьи это плохая история. В принципе, понимаешь? Ты тоже самое предлагаешь, по сути. Нет, это поддержка проектов. Это как Оскар, считай, что... Или там новостепремия это оплата ученым. Нет, это премия тем, кто сделал что-то хорошее. Это тоже премия тем, кто что-то хорошее сделал. Давай платить премии тем, кто сделает что-то хорошее на медиум-ком. Это конкурс называется. Так это конкурс называется. В этом же смысле. Это конкурс на то, кто... Слушай, еще раз, вординг не идеальный. Вот ты хорошую идею сказал. Я для этого высосал на обсуждение. На самом деле, на самом деле, ты предлагаешь какой-то рекуринг, видимо. Нет, смотри, рекуринг, он и будет, когда посмотрим, как первым получится, можно сделать рекуринг. То есть, например, с поддержкой этих новостных опсайтов, в принципе, плюс-минус может быть рекуринг. Опять же, как Оскар, прямая аналогия. И когда оно рекуринг идет, люди, в принципе, понимают, что ты можешь делать фильм и потом получить за него Оскар. И ты не думаешь о том, что тебе уже кто-то заплатит, что ты на зарплате сидишь у этой комиссии. И здесь то же самое. И то же самое с девелоперскими сайтами, что люди понимают, что они, если делать будет хорошо, они на такого же конкурса подадутся, они могут получить какую-то поддержку. Вот смотри, Articles мне тоже не нравилось, задал хорошую идею, что, например, с других, осветить переход с других блокчейнов, в первую очередь, с эфира, какие-то особенности перехода, примеры. То есть, это расписать надо, наполнить мясом, что будет считаться, как бы систему, грубо говоря, оценок поподробнее расписать. Это надо сделать. Слушай, я не претендую, что мы сегодня его приняли. Вот все точно это я слышал при разговоре на Википедии. Ладно, давайте Александру Хромцову слово дадим, он руку тянет. Мне кажется, не столько беда вас в статей или в том, что документация там плохая. Хорошо бы, может быть, субсидировать тех, кто на стек оверфлоу в топиках по фритону активно, например, поддерживает сообщество. Потому что то, что происходит в чатах, у нас есть, конечно, дэв-чаты. Прекрасно, там можно спросить, он услышит результат. Но это не сохраняется никуда. Ты не можешь поискать по вопросам адекватно. Ты не можешь посмотреть несколько, ну, как-то структурированные. По факту, мне, как бы, больше никогда не документация, как бы, стек оверфлоу, поддержки. У меня она, мне повезло, у меня она есть, у меня есть коллеги, у меня есть возможность обратиться ко многим членам сообщества, да, и мне помогут ответить. Вот, но, как бы. Возможно, кстати, хорошая мысль, возможно, надо сделать девелоперский блог. Может, уже инструменты есть, уже девелоперские сайты есть, действительно, есть новостные сайты. Клепать какие-то клоны для фритона, это странно. не клоны, я говорю, смотри, опять, мы обсуждаем, мы понимаем, что в моменте не проработан процесс, его недостаточно. Все полагается, смотри, в Википедию запустили первый, потому что пришел там Дмитрий, сказал, типа, я сделаю. Он, в принципе, сделал, но это, в принципе, достаточно централизованная штука получилась, и качество статьи, в принципе, достаточно низкое. И это понятно, почему, потому что, когда люди получают, условно говоря, какую-то зарплату, они минимизируют объем работы под эту зарплату. А с сайтами тут другая чуть история, почему Фритон Хаус отлично дает качество контента, потому что для них это бизнес, они это воспринимают как собственное дело, и они, соответственно, дают качественный продукт. Симулировать людей, сделать собственные сайты про разработку или собственные блоги про разработку, вот в этом, в общем-то, идея. Чтобы люди не относились так, чтобы мы заказывали статью по тарифу, по тарифной сетке получше, а чтобы люди говорили, мы хотим сделать что-то прямо, которое там во Фритоне будет там, не знаю, например, главной площадкой для обсуждения или где будет самая качественная информация, то есть, либо по этой области, либо по той области. Я идеи записываю, я еще по бортику покручу. Иван, ты хочешь спросить? Задай вопрос, пожалуйста. А что, у меня рука, что ли? Я там что-то хотел сказать, но я уже передумал, потому что... Записывай, записывай, в следующий раз записывай. Да, да. Ладно. Да не, я помню, что я просто не буду это спрашивать, потому что эта идея стоит много денег. Я это понял, пока я молчал. Хорошо. Вот, я вот руку понял. На самом деле, ну, то есть, вот мое личное мнение, если разрешите выразить, то есть, создавать отдельные сайты для каждой компании, но это опять же будет централизация. Мне кажется, все-таки здесь нужны общие усилия всего комьюнити. То есть, грубо говоря, мне нет интереса, например, писать статью на сайт какой-то частной компании, чтобы они его выкладывали, и там, соответственно, я с этого ничего не получаю. Да, а если действительно выкладывать статьи на тот же публичный Medium.com, там, Hacker.no, вот, и, например, в зависимости от рейтинга статьи, тоже Stack Overflow, да, вот правило, хорошее я присоединяюсь к предложению Александра, не за сайты именно вознаграждать и поощрять, а именно за статьи и за активность. У нас уже есть, у нас DPR есть, понимаешь, нельзя делать документацию в виде статьи на Medium. Почему нельзя? Очень много, на самом деле, вот я ищу какие-то вещи, там, 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 веб-разработки, да нифига себе поверхность, а по веб-разработке, там, ну, очень много реальных статей, которые разбирают конкретно юзкейсы, и я просто захожу на, там блоги ведут девелоперы и кучу блогов, и они разные темы разбирают, и просто я читаю статью, выполняю вслед за ним, где, где в кейсы, так что ли это назвать, ну, как, не депресса, это же плетонная академия должна заниматься, а не собраться. Ну, я согласен, смотри, я услышал, я сейчас пойду, смотрите, еще раз, задача была обсудить, мы обсудили, спасибо за фидбэк, я сейчас все прочитаю, посмотрю отдельно простой коверфлоу, посмотрю, как, что делать академия, потому что для меня, в принципе, это загадка, кстати, так же, как, в принципе, Вики, точнее, как делать Вики, я понимаю, академия не очень, хотя там числюсь адвайзером, зачем мне туда включили, адвайзером, вот, понятно, я согласен, что есть пересечения, есть, господи, чтобы для людей это было, просто, вот ты говоришь, что сайты централизованы, но, когда они централизованы, в том смысле, что они кому-то конкретно принадлежат, это, и таких людей много, то это как раз есть дестерализация, а когда у тебя один комьюнити-эссет, то это ближе к социализму, понимаешь, когда у нас что-то общее, и мы как бы все в одну пубышку заменимаем. Как раз наоборот, коммунизм это маленькие лавочки семейные, допустим, у меня нету сил набирать... Подожди, маленькие лавочки, это капитализм как раз, когда у каждой семьи своя, это маленькие лавочки. Оно же работает. Так я тебе про это и предлагаю, то есть у меня нет, например, статьи, кучу там, 50-100 статей на большой сайт, да, но я хочу там, допустим, я разобрал за неделю какую-то отдельную тему и написал статью в следующей неделе. У меня, допустим, четыре статьи в неделю. И я не хочу их выкладывать на сайт, например, не знаю, Тон Лапса, да, потому что я с этого ничего не получаю, в принципе. А вот если на Medium.com это выложить и получить за это хотя бы небольшую копеечку, если статья понравится людям при этом условии, не просто какое-то фуфло, а там же есть голосовалка или выложить на Stack Overflow подробное описание там решения и получить за такую кучу там плюсов, пальцев вверх, то почему бы... Окей, это еще одно направление, это чуть другое на самом деле, но я услышал, тоже интересная штука, я покручу, подумаю. Иван, ты хочешь что-то спросить? Да, да, не, сейчас поделаю, сейчас поделаю. У меня вот такая мыла, у DWX есть веб-сайт, там DWX фритон.org, почему бы не публиковать какие-то статьи в виде PDF-пропоузлов, и эти пропоузлы же будут одновременно пропоузлов за получение награды за статью, ну просто, это проще намного. А где соберется уже весь этот контент? Ну это кому надо, тут сделает веб-сайт, соберет все PDF, как бы будет их показывать, или сверстает их как-то. фритон-хаус тот же вытянет себе все это и будет у себя как-то публиковать. Давай так, публиковать люди могут там, где они считают нужным, если говорить об уровне статей, это не важно. Если перейти на уровень статей, что конкурс на статьи, то каждый пусть публикует, где он считает нужным. Просто вопрос еще второй, это конкурс на веб-сайт, на статьи, или мы, или ни то, ни другое, а на документацию, например, это вообще должно быть там ридмишки условно, или мы вообще не привязываемся к форфактору, а нам важно, чтобы сабмишен из себя представлял какой-то контрибьюшн в базу знаний. Ну то есть, я предлагаю переформулировать какими-то более такими, потому что сейчас есть шаблонный, допустим, ну условно там конкурс на веб-сайт, и у нас прилетает там, ну как бы условно 10 там веб-сайтов, на которых одинаковые стоят. Ну мы знаем, что так получается, в итоге, неважно, как сформулировано. Я услышу, коллеги, спасибо огромное, это не горит, я подумаю, подготовлю в следующий раз, там расскажу, что надумал. Ну вот конкурс на доке, это, я думаю, надо. Ну на доке у нас, типа, опять же, в Википедии, как правильно сказано, да? Ладно, давайте тогда, спасибо за комменты. Так, отлично, пятый пункт нашей повестки дня, это вопросы и ответы. Иван, у тебя рука поднята, у тебя вопрос или ответ? И вопрос, и ответ сразу. Уже все убрал, убрал, руку убрал. Так, ты говорил, во время обсуждения DNS, что ты хочешь что-то спросить не по теме, можешь спрашивать, сейчас подходя. Да, да, а что, ну, у нас сейчас есть модель, которая есть, короче, root, он диплоит, там, токеновые кошельки, мы вроде как к ней привыкли, она будет скоро, я так понял, немножко меняться, когда у нас код будет доступен, но не суть. Я, у меня вопрос, а что такое вообще баланс, ну, токеновый? Это, разве это не сообщение? Ну, то есть, нам вообще надо как-то, может, как это, условно, иметь какой-то токен-волет, который какой-то один метод вызывает, то есть, пускай, пускай, у нас не будет нигде храниться баланс, пускай мы просто будем, там, ну, баланс будет, не знаю, фильтром по всем сообщениям с типом баланс. И не нужно будет много, ну, много рутов, много токенов, будет один рут, просто разный тип баланса. Ну, такой, чисто вопрос, почему у нас контракт вынесено понятие токена, а не понятие фанжа был баланса? У нас два же разных типа токенов, ты говоришь про кристаллы? Я говорю про синтетические, я говорю про синтетические, что вот сейчас есть, я просто объясню, откуда я начал логику. Логику начал с того, что сейчас модель такая, что под каждый тип токена свой отдельный контракт его кошелька, соответственно, мультикошелек, это история, которая, ну, там, содержит в себе, например, адреса и форвардит сообщения, делегирует их дочерним контрактам. И мне кажется, что... Напиши, Вань, в чем проблема? Нет, напиши кошелек, который будет объединять все тип-3 кошельки. А можно ли с другой стороны подойти и сделать токен таким, чтобы... Нет, нельзя. То есть, чтобы его баланс был мультикошелек, мультибалансом. Нет, Ну, как ты все видишь? Ну, это баланс, это пересылка числа. Я буду, ну, сделаю, ну, не я, а предлагаю, чтобы это была пересылка вектора. Ну, ты же должен код проверить. В чем тут пересылка вектор, не вектор. Нет, ты можешь, можешь забабахать сколько угодно этих токенов в кошелек, наверное, можешь сделать такой тип-3, который будет работать с определенным рэем токенов. Ну, пожалуйста, сделай. Наверное, так тоже можно. Только тогда они перемешаются, я думаю. Ну, можно выделить на несколько балансов. Можно делать такое? Да, несколько балансов в тип-3 выделить, и сообщений, тип этого баланса, ты же как бы доверяешь, там, кошельку не можно так сделать, да. но только это не будет как бы атомарно, да, то есть у тебя все равно эти вот именно конкретные эти токены, они будут ходить как бы, ну, скопом. Окей. Ну, ничего тебе не мешает, так делай, ну, сделай такой тип-3, как мульти, тип-3 мульти, тип-33. Я не очень понимаю, как бы... У меня еще вопрос, Аш, у меня еще вопрос, что, что там с этой штукой, я слышал краем уха, что, ну, там, вообще разработчиков, беспокоят постоянно множащиеся коды токен-волетовых контрактов, есть какой-то способ их держать в одном месте? Вообще не беспокоит. Почему меня это? А зачем, а как, а какой тогда use case использования инструкции get current code или get initial code? А, просто у тебя сокращается, сокращается кошелек, и потом, плюс к этому есть некоторые проверки, которые ты без этого не можешь делать. В NFT я об этом писал. Да, в конструкторном. Мы сейчас, мы сейчас меняем, собственно, ноду, мы меняем сейчас формат адреса, формат аккаунта, для того, чтобы еще, еще передавать, чтобы контракт мог получить хэш initial кода. своего аккаунта. Зашинишь его кода. Ага, понятно. Это еще расширится. Чтобы можно было обновляемое делать? Ну, чтобы нельзя было делать, чтобы саткодом нельзя было изменить. Ты можешь заморозить, например, аккаунт, у него пропадет, как бы все, а потом разморозить его и засаткодить туда другой, и тогда проверка, как бы что твой аккаунт был задеплоен кем-то не пройдет. То есть, если ты хочешь сделать систему, в которой у тебя, например, для NFT это нужно. То есть, ты хочешь сделать систему, в которой у тебя аккаунт, ну, как бы код мог быть задеплоен только из определенного другого кошелька, ну, другого аккаунта, например, какого-то рута, и чтобы никто другой не мог, чтобы не заспамил индексы, то как бы единственный способ это проверить, это вот, как бы если у тебя записан будет в этом аккаунте initial hash-код, чтобы нельзя было сделать такой обход. То есть, можно по-разному обойти это. Через Frozen, типа, как-то, оно будет, повторный конструктор, типа, да, не все знают вообще, как размораживать, я тут столкнулся с таким. Уже 4 часа начинается следующий состав. Да, коллеги, надо идти, это огромная тема, кстати, отлично, что поймали это сейчас, потому что это, конечно... Да, все, пока. Всем спасибо. Всем пока.